Долгожданного выступления культовой финской группы Poets of the Fall московские фанаты ждут на морозе целых пять часов. И это вовсе не удивительно. Их творения очень любят. Впрочем, любят не только их песни. Всегда, когда мы прилетаем или приезжаем на поезде, каждый раз люди встречают нас, общаются, фотографируются. Ой, я что-то выронил. Уберу это нафиг. 41-летнему фронтмену группы Марка Саары становиться только лет и не дашь. Он старается вести здоровый образ жизни, отдыхать на природе и путешествовать по миру. Впрочем, работать финские парни тоже очень даже любят. Пока Марка дает интервью, его команда уже подключает свои гитары. Горячие финские парни из группы Poets of the Fall разогреваются за четыре часа до концерта. Они уже устраивали в России аншлаговые выступления и в этот раз обещают не подвести. Финские поэты уже давно стали настоящими звездами. За девять лет работы музыканты получили множество европейских наград. И даже есть приз за лучший клип Финляндии всех времен. Эту культовую видеоисторию ребята сняли на песню Carnival of Rust. После таких видеоклипов действительно захочется сходить на концерт. Заграничные поэты не подвели зал полон и счастью фанов нет предела. Сделанное в Финляндии с успехом носится и в России. Символ группы «Мотылёк» некоторые поклонники даже набивают себе на тело. Это «Мотылёк» — символ группы. Я на самом деле уже в седьмой раз на их концерте, то есть приезжаю из Оренбурга и вот ради них готов здесь стоять, жить. Я билет купил еще в декабре. Это удачная серединка где-то между Хим и Nickelback. Говорят, финские парни горячие. Это правда? Я горячий. Это реально правда. Это круто. Приятно слышать. Уф, я вспотел. Выпустив свой пятый студийный альбом и отыграв ставшие уже классическими концерты в Питере и Москве, финские рокеры впервые едут в Киев. Там у них тоже полно фанатов. Владимир Стражук, Кирилл Воротынцев. Про новости.